Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Какие экологические проблемы актуальны для миллионного города? И как можно выжить в условиях загрязнения окружающей среды? Что есть и пить? Какой транспорт использовать? На эту важную тему говорим сегодня и в нашей студии эколог международного класса из Москвы Елена Смирнова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Татьяна. Скажите, пожалуйста, для города с миллионным населением какие экологические проблемы наиболее актуальны? Что нам вредит больше всего? Вот чтобы знать. Как правило, в самых больших городах и миллионниках из большой численности населения самая важная проблема – это загрязнение воздуха, вызванное всегда двумя причинами. Это либо производство, либо автотранспорт. И, конечно, в наших российских городах автотранспорт – это самая большая проблема, которая влияет и на состояние окружающей среды, и на наше с вами здоровье. Скажите, пожалуйста, а есть ли такие города крупные, которые успешно справляются с экологическими проблемами, и жители там живут комфортно относительно? Либо наша земля такая маленькая, и мы все завязаны в глобализации, что такого отдельного рая на земле быть не может? Вот как эколог, что вы думаете? Конечно, если мы говорим про большие города, то, как правило, эту проблему очень сложно решить. И выигрывают всегда именно те регионы, в частности, Латинская Америка, в которых решена проблема общественного транспорта, где есть определенные автобусные сообщения, очень часто трамвайные сообщения. Мы все знаем, что метро строить дорого, да, и мало регионов с метрополитеном. Поэтому, как только мы решаем проблему автотранспорта с точки зрения комфорта и удобства, ведь люди часто пересаживаются на автомобиле не только потому, что это престижно или важно, или как-то демонстрирует их состоятельность, но еще потому, что это просто комфортнее. Да, нет давки, нет людей вокруг, которые им не нравятся по каким-то соображениям, и необходимо ждать, очень часто мы знаем, что мы вынуждены по 20 минут иногда стоять на остановках, да. Как только мы решаем проблему транспорта, создавая инфраструктуру для велодорожек, например, совершенно не обязательно, чтобы каждый ездил на велосипеде, но по возможности, если вам нравится, мы знаем, что не только молодое поколение любит ездить на велосипеде, да, но очень взрослые люди. Если мы смотрим про опыт Нидерландов, мы понимаем, что люди перевозят оконные рамы на велосипедах, в специальных тележках, да. Вот есть огромное число приспособлений, например, для перевозки детей, чтобы это было безопасно, потому что просто так это сложно, да. Собак, вот, других людей, там, двухместные велосипеды. Если вы приедете в столицу Дании, да, в Копенгаген, вам придется, переходя улицу, это очень непривычно для нас, уворачиваться от проезжающих велосипедов, потому что их больше, чем машин. Вот, здесь есть государственное регулирование, то есть, с одной стороны, очень дорогие парковки в центре города для автомобилей, высокого ценного бензина, большие требования к автомобилям, что решил Сингапур. Например, в Сингапуре, как они борются с загрязнением воздуха, автомобили не могут быть старше пяти лет, и обязательно с конкретными экологическими характеристиками. Конечно, мы понимаем, куда они девают уже отработавшие автомобили, то есть, продают другие регионы и так далее. Но, если мы говорим, вот, как вы спросили, о локальной заботе, да, то проблема автотранспорта, к сожалению, одна из самых-самых актуальных, потому что и отработавшие газы выбрасываются на уровне земли, то есть, попадая в нас с вами фактически сразу, да. Поэтому это одна из самых актуальных проблем. Большинство городов пытается не справиться. Мы понимаем, что пробки есть не только у нас в стране, да. Да, и у нас тоже есть. Вот, и у нас есть, и в других странах тоже пробки есть. То есть, безусловно, в маленьких городах легче решить эту проблему, либо с развитой инфраструктурой дорог и общественного транспорта. Понятно. Скажите, пожалуйста, ну, все мы понимаем, что мы загрязняем окружающую атмосферу, но, к сожалению, никак с этим справиться не можем. А на ком лежит ответственность за экологическое загрязнение, за этот процесс, что он усугубляется? Вот кто за это отвечает? Ну, пожалуй, такой провокационный у меня будет очень ответ, да, что, наверное, в наименьшей степени за это отвечает бизнес, потому что мы создаем, мы как потребители создаем требования к бизнесу, мы к этому еще потом придем, да. Он только идет на поводу, да, спрос рождает предложение. То есть, с одной стороны, безусловно, власть. У нас принято сейчас ругать власть, да, вот, и она старается делать какие-то хорошие вещи. Например, вы знаете, что сейчас много говорят о проблеме решения отходов. То есть, если раньше они просто не говорили, да, то сейчас об этом активно говорят не только так называемые зеленые активисты или кто-то еще, а уже и государство, да. Вот, то есть мы должны перенимать прекрасный опыт других, неважно, стран, регионов и так далее по решению каких-то проблем. С другой стороны, наши каждодневные поступки, безусловно, тоже на это влияют. Как в том старом фильме, да, наши люди на такси в булочную не ездят. Вот, очень часто мы пользуемся личным транспортом в одиночку, хотя можно было бы подвезти кого-то, так называемый, каршеринг, да, когда одна машина используется для нескольких людей. У нас этого, в принципе, нет, потому что, ну, это особенно не требуется. Бензин, по сравнению с другими регионами, у нас относительно дешевый. Конечно, мы все время возмущаемся подъемом ценов на бензин, да. Вот, мне, например, как столичному жителю, вот мои коллеги тоже подтвердят, безусловно, что мы вообще перестали ездить на машину, кроме как выходные, потому что просто никуда не доедешь, да, себя жалко. У вас тоже в Самаре, конечно, огромные пробки, поскольку протяженность города вдоль Волги, да, как только что-то где-то, сразу вот, а еще снег, дождь, если. Вот, поэтому на каждом, как мы используем транспорт, как мы свой потребительский выбор делаем. Идем в магазин, берем мы пакеты, каждый раз покупаем, ну, 2 рубля пакет стоит, или, ну, подумаешь, да, в зависимости от магазина. Но при этом сколько ресурсов расходуется на это. Приходим мы в какой-то ресторан быстрого питания. Мы не говорим о том, что это хорошо или плохо, это наш потребительский выбор. Нам дали принудительно сахар, мы его не съели, выбрасываем. То есть, если всю эту цепочку рассмотреть, этих мелких поступков, которые очень просто изменить, там, закрывать воду. Ведь, как только мы переходим на вопрос об экономии воды, он не связан с комфортом. Любое экологическое поведение должно быть комфортным. Не надо уходить в пещеры, как есть какие-то радикальные, да. Если тебе хочется уйти в пещеры, пожалуйста. Желательно в теплых странах, да, а не в нашем климате. То есть, каждодневные привычки, вода, электроэнергия, выбор, мы все равно покупаем что-то всегда, да. И мы голосуем, ну, есть такое понятие «голосовать вилкой», и мне больше нравится голосовать кошельком. Мы сами делаем этот потребительский выбор, и бизнес его удовлетворяет. Если бы все приходили и спрашивали многоразовые сумки, светодиодные лампочки или какие-то еще товары, да, которые стабилизируют состояние окружающей среды, бизнес его под это подстраивался. И мы имеем такие примеры с сетями супермаркетов и так далее. Вот, когда разумные совершенно собственники говорят, пока к нам потребители не придут, мы не будем ничего менять. Как придут, мы сразу, конечно, изменимся. Ну, вот вы сказали, что в Москве вы уже меняете свое поведение, да, подстраиваясь под такое более экологичное. Получается, что только вынужденные какие-то обстоятельства изменят сознание людей, менталитет. И по-другому это сделать нельзя. Или образование. Безусловно, образование, несмотря на то, что всем навязло в зубах, да, это слово образование, или просвещение в данном случае, это очень важно. Культура, наверное, тоже. Ну, культуру так не сформируешь. Знаете, за пару лет. Ну, будет думать, да, о том, что он делает, если вот... Бросать мусор на улице, да, это не... То есть понятно, что надо... Это тоже вроде бы всем понятно, что нужно начинать работать детьми в прямом смысле с уровня детского сада. С каким удовольствием дети разбирают, например, мусор или что-то делают, связанное с водой, с электричеством, и как это потом рассказывают родителям, бабушкам, дедушкам. Ведь мы знаем, что старшее поколение уже в плену каких-то своих привычек, особенно люди, пережившие сложные периоды, да, вот, связанные и с едой, и с какими-то вещами, у них уже немножко другие привычки, да, там, калорийность в еде, главное, чтобы было калорийно, и так далее. Дети очень могут нести это. Очень у нас большая проблема, к сожалению, с социальной рекламой, потому что есть определенные требования к ней. Ведь, во-первых, ее мало совсем, хотя мы знаем, что как минимум 5% должно быть. Во-вторых, конечно, сильно страдает дизайн. А чтобы зацепить человека, неважно... Я считаю, что СМИ — это огромная сила. И чтобы зацепить человека, это должно быть информативно, ориентировано на них, вот что мне конкретно будет от этого лучше. Город станет чище, воздух чище, я денег сэкономлю, или просто удовольствие получу какое-то. Людям нравится делать хорошие поступки, если от них это требует мало затрат. Вот если мне это просто сделать, то я получаю внутреннее удовлетворение, так называемая концепция «потребитель 3.0», которая сейчас в экономике есть. Людям нравится делать хорошие вещи. Если у них есть инфраструктура, даже если никто их не отмечает, а если все еще вокруг хвалят, должен быть очень важная характеристика, о которой почему-то все забывают. Это хороший дизайн. Людей надо привлекать. Да-да-да. Вот вы меня поставили в тупик, с одной стороны. Я думала, что все зло в мире нашем. От бизнеса. От бизнеса, да. И вдруг вот все перевернулось. Ну, на самом деле, не совсем так. Просто я к тому, что от нас действительно очень много зависит. Но когда вы сказали, что главное, люди реагируют на то, что им нравится делать добро, вот с бизнесом тоже можно так поступать, и так контактировать, так, чтобы им тоже нравилось сделать, допустим, экологичные упаковки и так далее. То есть сделать бизнес более экологичным. У вас, как у эколога, какие есть предложения к бизнесу? И насколько бизнес открывается, идет навстречу? Потому что, можно сказать, ой, тут еще я буду тратить на эти упаковки экологичные. У меня и так вот уже тут с концами еле свожу. Два вопроса в вашем вопросе, да. То есть, во-первых, как идти к бизнесу и что бизнес может делать? Поскольку мы работаем в основном с бизнесом, когда мы сидим где-нибудь дома на диване, да, мы понимаем, о, бизнес такой плохой и так далее. Вы пробуйте прийти к этому бизнесу. Большинство бизнеса вообще открыто. И среднего бизнеса, и малого, и большого, к разным экологическим инициативам. Причем это деловые люди, как вы говорите, да, концы с концами и так далее. Они говорят, а что вы нам можете предложить? То есть, нельзя идти, говорят, вы делаете такие-таки программы, у вас выбросы, у вас сбросы, вы там мусор свой выбрасываете промышленный, вы там загрязняете что-то. Надо предлагать какие-то решения. Поругать на диване мы можем все, знаете, как перед телевизором. Вот, поэтому важно что-то предлагать. Сейчас индустрия развита настолько, и российские производители, что можно предложить много разных решений. Что интересно бизнесу? Во-первых, на первом этапе решения, которые не требуют инвестиций. То есть, вы просто меняете одно на другое. Легче всего здесь, конечно, идут программы, именно связанные с интересом самого бизнеса. В первую очередь, удержание рабочей силы. То есть, это связано и с HR, и с PR. То есть, например, «Зеленый офис». Какие-то программы по экологизации офиса очень привлекают людей. Многие из нас, и вы, наверное, проводите по 8-10 часов на работе. Если мы меняем средства для уборки с токсичных и вредных, вы даже себе не представляете, что многие средства для уборки выделяют воздух. А этим дышат и уборщица, и генеральный директор. Да, вот большие поверхности. Стекла, напольные покрытия, да, это пол, все моют, везде чистят и так далее. Это огромные поверхности по отношению ко всей студии, офису или производству. Как только мы меняем, а поменять можно в рамках той же ценовой категории. Если мы принимаем программу, что когда-то что-то ломается, например, кондиционеры, то мы закупаем экологичные. Не просто взяли и поменяли. Это сложно, дорого, и никто на это не пойдет. Но когда сломалось, лампочки вышли из строя, значит, мы меняем их вот не на ртуть содержащие, а на светодиодные такие-то и такие-то, да. Второе, это вот первый такой самый простой этап, потому что это вовлечение людей, без людей нельзя сделать ничего. Ну, просто ничего, да. Как только люди становятся адептами вот этого бизнеса своего собственного, это удерживает и рабочую силу, в хорошем смысле слова. Это привлекает молодые кадры, которые уже совсем другие, да, и современные. Это прекрасный способ и для пиара, и для информационной поддержки. Второй этап – это небольшие инвестиции с понятным возвратом. В нашей стране, как вы правильно сказали, очень сложно планировать 5-10-летние этапы возврата на инвестиции. Мы не знаем, что будет через 5-10 лет, да. Поэтому бизнес боится, он готов к возврату на инвестиции в более короткие сроки. Тут можно вводить уже и в производство какие-то программы с объяснением более коротких. Конечно, такой уже перспективно ориентированный бизнес, к несчастью, как правило, зарубежный, то есть все, как бы с российским бизнесом пока немножко сложнее, но очень много активных компаний. Это уже более долгосрочные системные проекты, требующие вложений, понятного результата, но очень сложно привлечь на первом этапе. То есть начинать надо с простых, ясных шагов, вот просто с простых и ясных. Вот каждый горожанин, как ему начать с простых и ясных шагов? Вот если взять вот несколько, ну то, что мы каждый день делаем, едим, пьем, используем транспорт, выкидываем мусор, все это связано с экологией. Вот что нам, во-первых, давайте, ну с еды, это очень важно. И сегодня все как бы озабочены, что нам есть и что пить. Мы все знаем, что продукты отравлены, что выращивают их с нитратами, вода у нас плохая, мы ее там хлоркой всем обеззаразили. И вот проблем, круг проблем. Начинают покупать люди воду в таких каких-то бутылках, но опять же говорят, что и там не все в порядке и так далее. Кажется, замкнутый круг. Ну вот про продукты питания, честно говоря, в регионе мне немножко сложно сказать, потому что вот я приехала, да, как гость. Я сегодня обязательно схожу в магазин, а в каждом городе, да, хожу в супермаркет, чтобы посмотреть, что есть, да. То есть мы не можем отдавать там приоритет особенно натуральным продуктом или каким-то органическим сертифицированным. У нас их просто единицы, да. То есть вот. Ну какие-то есть, но их очень мало. Как правило, это не упортящиеся продукты, например, крупы, макаронные изделия и так далее, потому что невыгодно. Мы знаем, что у нас сейчас экономические проблемы с импортом, да. Поэтому, опять же, если мы возвращаемся к тому, что есть, вот мы говорим про рыбу. В мире прекрасная практика МССИ, то есть Совет Морского Пучительского Совета сертификации рыбы и морепродукты есть, которые выловлены в здоровых экосистемах, которые заморожены на корабле, что прекрасно вообще. При этом сети все федеральные, да, говорят о том, что как только к нам обратятся потребители, есть, а эта рыба стоит столько же, сколько другая рыба. То есть это совершенно недорогая какая-то редкая рыба. Что предупотребители мы сразу начнем закупать. У нас есть холдинги российские. В прошлом году, еще в прошлом году вся выловленная так в России рыба шла на экспорт. Она очень интересует зарубежных потребителей. А у нас нет рынка. Ну как же так? Так рыба всех интересует, казалось бы. У нас ее закупает и Дальний Восток, и европейские страны все закупают, да, иностранные государства. А мы нет. Вот. И как только потребители... То есть надо быть гораздо более активным, не просто с экологической точки зрения, атмосферы, воды и так далее, еще с точки зрения именно потребительского поведения. Ведь работа с ритейлом, вот я вообще в этом... Вот у меня сейчас, как у человека, я бы сказала, у меня просто желание большинству проектов свести к работе с ритейлом, потому что все мы покупаем еду и напитки, да. Вот поэтому с едой немножко сложно, да. С напитками просто понятно. У нас маркетинг очень часто вытесняет здравый смысл. Когда мы говорим про бутилированную воду, откуда у нас есть... Мы все пьем, да. Мы все пьем, готовим на этой воде. Да. Вот у нас есть всего два источника. Это либо вода у нас в кране, да, либо вода в бутылках. Вот. Вот, ну, когда я была маленькой, наверное, вы тоже, да, все смеялись над фильмами, когда говорили, что мы будем покупать воду в бутылках. Да, конечно, нереально, да. Вот это казалось, ну, совершенно чем-то абсурдным. Потом мы плавно к этому перешли. Есть кулеры в офисах, в фитнес-центрах, в детских учреждениях, в поликлиниках, либо вода в бутылках, которые мы покупаем домой, да. Мы не покупаем. Вот, потому что бутилированная вода, это тоже совсем не то, что бы нам хотелось. Мы не можем ничего конкретного ругать, там, или хвалить. Мы понимаем, что у нас есть независимые организации в стране, например, прекрасные некоммерческие. Мы говорим сейчас только про некоммерческие проекты. Например, Росконтроль, да, который нам выдает статистику по анализу бутилированной воды. Что там вплоть до кишечной палочки или в кулерной воде синегнойная палочка. Мы понимаем, что когда компания покупает кулеры, их надо правильно обслуживать, да. Какой кошмар. Вот, поэтому в большинстве случаев бутилированная вода вы должны правильно хранить. Вот я иногда даже беру с собой бутылочки, вот сейчас не принесла, на которых написано, что хранить без доступа света всегда. Вы можете знать, как эту воду произвели? Можете, да, как ее везли, ставили на складе под солнечным светом, как ее разгрузили и все остальное. Хранить при температуре, например, от 8 до 16 градусов. Как вы в домашних условиях можете обеспечить? Да и зимой. Вот это вот, это в холодильнике, значит, в холодильнике холодно, в квартире жарко, да. Вот, потому что пластик, это пластификаторы, которые есть, да, может выделять воду. Плюс к этому это сразу пластиковые отходы. Сколько ресурсов тратится на эту воду? Очень часто на ней честно, еще производители очень честны, это правда, очень часто на ней написано очищенная питьевая вода, водопроводная вода. Ну, то есть большинство из этой воды водопроводной, к сожалению. Поэтому регулярно получается, анализы нам говорят о том, что водопроводная вода очень часто бывает лучше, чем бутилированная вода. Вот это вывод. Но для здоровья, да, полезно. Вот, тут, конечно, есть вопросы фильтрации, нефильтрации, потому что очень часто производители предлагают фильтры обратного осмоса, которые, к сожалению, только еще более вредно делают воду. Поэтому спасение утопающих дело рук самих утопающих. Человек должен быть просвещен. И не нужно иметь ни высшее, ни специальное образование. Это роль СМИ, да, вот местных, причем в том числе местных, телевидения, газет, информационных программ. Вот Геннадий Алексеевич Ягодин, первый министр образования России после 90-х лет, всегда говорил потрясающую вещь, что родительские собрания, например, все родители ходят раз в год, ходят на родительские собрания. Это та аудитория, с которой можно работать. Выделят и 15 минут. И людей нельзя грузить много чем, да, нужно давать простые шаги. Почему нужно ходить в супермаркет со своей сумкой, да, многоразовой? При этом они должны быть красивые, удобные и дешевые, а не страшные какие-нибудь там, и безумные, да. Почему пластиковые пакеты, это плохо? Почему биоразлагаемый пакет это совсем не биоразлагаемое, то, что мы себе видим, да, потому что в них, во-первых, есть добавки, которые содержат в том числе тяжелые металлы, во-вторых, чтобы пакет разложился, нужны определенные условия на полигоне. Температура, влажность, там, доступ к кислороду, воздуха, каждый полигон может обеспечить, нет. Поэтому никто не будет сам вникать в эти детали, массовые такие интересы, он этому не посвящен. И поэтому очень важно доносить простые, почему и как действовать, да. Экономить воду. Вот ты чистишь зубы, или мужчины бреются, да. Почему вода должна литься? Она уходит просто в пустую, вот просто в пустую. Сколько на эту воду можно? Сейчас счетчики, может, эту проблему смогут как-то сдвинуть с места, потому что люди начали считать воду. Вот вы сказали уже про пакеты, про мусор. Вообще, вот актуальная сегодня тема, сбор раздельный мусор, да. Это может решить проблему или нет? И у нас все люди, мне кажется, к этому даже не привыкли. Даже стоят вот эти разные баки для разного типа мусора, и необязательно, что будут складировать то туда, куда надо. Есть три нюанса, да. Во-первых, любые опросы, вообще, хорошие опросы, работа с людьми, говорят о том, что если людям будет удобно, есть такая цифра 200, то есть если на расстоянии 200 метров от человека будет сервис, да, определенный, раздельный сбор мусора, он будет сдавать мусор раздельно. Очень многие люди будут. Во-первых, дети всегда это очень любят, да. Очень много сознательных людей. Людям нравится делать хорошие вещи. Есть такие потрясающие израильские эксперименты, когда просто даже с людьми не работали и ставили баки, и люди стали выбрасывать мусор. А если с людьми работать, это очень важно. От банальных листовок в почтовые ящики, да, как ты должен действовать с простыми шагами, несложными инструкциями, да, что можно, что нельзя. Вот это можно, это нельзя, да, и там снимать крышечки, не снимать, можно из-под масла, нельзя. Нельзя людям вот эту сложную информацию выдавать, да. Чтобы мы хотим большой охват. Во-первых, люди готовы. Готовы люди. В каждой стране есть не меньше 10%, которые не готовы ни к чему и не будут делать ничего. Мы должны с этим смириться и понимать, что у нас есть большинство. Во-вторых, должна быть инфраструктура. От того, что мы поставим везде раздельный сбор, а кто это будет вывозить? Какие мусоровозы? Какие контейнеры? С-60, С-40. Тут есть нюансы, да. И третий самый, пожалуй, важный момент. Это, конечно, прозрачность. Человек должен знать, что не этот мусор свалили в одну кучу, вылезли его на свалку за город, а его действительно отправили на предприятие по переработке. И что условно из этого сделали? Никто не может сказать, что из вашей баночки сделали. Ну, например, мы отвезли на завод такой-то, там из них производят коврики для автомобиля, или там тазики пластиковые для стирки, или что-то еще, да. Когда есть прозрачная цепочка, люди этому доверяют, это будет работать. Это везде работает. А вообще причиной вот такого огромного экологического загрязнения что является в глобальном смысле? Самое главное от чего? В глобальном или в российском? Ну, вот есть такой французский фильм «Дом». Он запрещен вообще к просмотру массами. Ну, конечно, его можно найти. Но там вот все сходится к потреблению. Что мы больше производим продуктов, всего-всего больше потребляем. И это самая большая беда. Я не думаю, что Россия далеко отошла, уже ушла вот в этом вопросе от других стран. То есть получается все-таки потребление, что вот завышенное потребление, вот направленность на это, потому что мы все хотим потреблять больше, лучше, еще больше, еще лучше. Безусловно, потребление – это очень-очень важный фактор, который, в общем-то, появился из тоже трех, пожалуй, компонентов. Во-первых, просто экспоненциальный, беспрецедентный рост численности населения. А что вот в результате этого у нас потребления? Какая угроза? Вот с чем она связана? Надо будет 9 миллиардов. Скоро, уже очень скоро будет 9 миллиардов. И мы наблюдаем в мире, как вы спросили, на глобальном уровне, огромный рост среднего класса. Рост среднего класса – это деньги. Деньги – это возможность потреблять. Ведь есть много разных работ, именно научных, социологических, экономических, объясняющих вот это поведение потребительское. Успехи медицины огромные. Мы все хотим жить лучше и дольше. Мы продлили численность, увеличили численность людей. Мы продлили продолжительность жизни за счет медицины, гигиены, санитарии и так далее. Мы все потребляем все больше и больше. Явно в излишнем количестве. У нас у всех есть масса лишних вещей. От одежды до, я не знаю, стаканчиков или чего-то еще. В мире выбрасывается по-разному, но в среднем в мире выбрасывается от 20 до 40 процентов еды, то есть 40 процентов овощей и фруктов. Вот мы с вами культурные, образованные люди. Вы выбрасываете еду? Я выбрасываю иногда, да? Ну вот, я вот тут приехала вчера из серии командировок, вот лук в паре испортился. Жалко, да. Но получается, что я его купила, я за него заплатила, я его выбросила. Вот. И вот это перепотребление, которое есть, одноразовый мир, мы перестали что бы то ни было чинить. Мы чинили только обувь, да? На обойке на обувь мы делаем. Все, что мы делаем, это на обойке на обувь. Раньше даже стрелки на колготках подшивали. Нет, конечно, сумки зашивали, чемоданы ремонтировали, там, телевизоры. Сейчас проще купить новый телефон, чем отремонтировать старый, если... Да, тем более по сумме ремонта, то на то и уходит. Вот мы ушли, надо, с одной стороны, безусловно, меньше потреблять, но мы не можем людям сказать, потребляйте меньше. Мы должны производить более качественные товары, ну, или закупать более качественные товары, потому что людям нравится пользоваться качественными товарами, они гораздо дольше работают. Ведь понятие жизненного цикла, которое во всем мире сейчас очень активно используется, а у нас мало, это вот мы должны рассматривать производство на всех этапах. От дизайна до добычи ресурсов, использования и конца жизни, да, то есть куда это пойдет. Если у нас некачественный товар априори, дешевый, одноразовый и так далее, мы его просто выкинем сразу. Жизнь пакетов в магазинах 20 минут или упаковки какой-то, да, вы пришли, вы приходите в супермаркет, а после того, как вы все распаковали, у вас треть по объему, я не промаху, да, ушла на... В пакеты. Ну, просто на мусор, в упаковочке. Все упаковано. В супермаркет приходите, покупаете банан, вам могут колоть в пакетик. Ведь это наше право бороться с этим. Это могут сделать люди, это делают студенты прекрасные, есть всякие проекты. Если работать просто с сетями федеральные, вот карусель, например, у вас-то есть? Я просто что-то успела увидеть, да, одним глазом. Ведь если работают действительно инициативные организации и так далее, да даже телевидение придет и скажет, давайте мы попробуем. Без затрат, без всего. Мы поставим волонтеров, они смогут объяснять людям, там еще что-то. Мы заменим чековую ленту на бумажную, да, потому что мы понимаем, что это термобумага, и кассиры все время трогают, и это тоже добро мне кончится для их здоровья. Вот, то есть если все эти вещи на простые этапы разложить и объяснить бизнесу, какую они от этого получат, либо наоборот. Вы знаете, вот у вас, мы вам пять раз сказали, а вы не хотите меняться. Значит, завтра мы делаем передачу или напишем там это, о том, что вот вы не хотите. Вот вы, человек там X, вот мы вам предлагали, мы вам объяснили все экономические механизмы. То есть это, конечно, не шантаж, но бизнес, он тоже, как раз, когда вы говорите в конце с концами, да, он тоже способный считать деньги очень хорошо, и они понимают, что нужно. Да. Вот какое-то время назад очень активно использовался термин экологическая катастрофа. Как-то все говорили, боялись, сейчас все затихло. Это о чем говорит? Что мы на новый уровень в борьбе с загрязнением вышли? Или наоборот? Нет, мы смирились, пожалуй, мы смирились. Да, вот, мы смирились. Мы сейчас гораздо больше внимания уделяем социальным вещам, неравенству, там, низким зарплатам, пенсиям и так далее. Но поскольку я-то занимаюсь экологией, я не занимаюсь социальными вопросами. Безусловно, я очень сочувствую и так далее. Да, но мне сложно судить вот о нюансах, о динамике социальных проблем. Кроме как на себе мы их видим все, да, но это сложно. Если, поскольку я занимаюсь экологическими проблемами, безусловно, происходят какие-то хорошие вещи. То есть тут важны две, два важных направления. Это, с одной стороны, технологическое, это правда важно. Новые методы, новые методики, более быстрые, более дешевые, более качественные, да. А с другой стороны, это поведение людей. То есть ничего от людей не утаишь, да. В нынешнем мире социальных сетей, интернета, в любой точке мира вы можете все узнать. Но вы же еще и биолог. Скажите, вот человек, все-таки он может сам себя уничтожить? Конечно. Почему нет? Это перенаселение. Понимаете, как в природе, вот почему-то мы этого как-то не понимаем. Наше сознание блокирует. Как маленькие дети. Почему маленькие дети много спят? Кажется, что нет. Что вот мы остановимся, дойдем, дойдем. Маленькие дети много спят, да, потому что мозг перегружается, это понятно. Они не могут выносить постоянную информацию, которая новая на них сваливается. Мы, человек, он, у нас есть возможности, да, мы их видим. Рост потребления, да, рост бесконечных перелетов, переездов, рост, хочу вот у меня в планах купить новый холодильник, новую машину. Там еще что-то. Природ, мы должны понять одну вещь, что природе ей все равно. Будем мы, не будем. Выживание человека и комфорт это наша личная задача. Ну, потому что не волнует природу. Ну, умрем мы, останутся бактерии, или никто не останется. Какая природе разница, да? Баланс, он всегда будет. Всегда. Ну, если, может, у нас какой-нибудь астероид, правда, врежется, я в этом ничего не понимаю, ну, предположим, да, или там луна на нас упадет, и все-все-все быстро просто умрут. Главное, чтобы быстро. Вот. Но природу-то не волнует. Никто нас не спасет, кроме нас самих. И комфорт нам, кроме нас самих, никто не даст. Да. А у вас есть мечта? Да, вот о чем вы мечтаете? Может, не как эколог, а как человек? Ну, как человек, или как эколог, ну, и то, и другое, да, я, наверное, мечтаю о хороших продуктах питания в наших магазинах. Потому что, к сожалению, вот, ну, я не местная житель, я еще у вас не была, да, я вообще городскую житель. Я совсем-совсем городскую, родилась, и все мои предки тут родились, да, мини-дача, например, да, вот, и я ем ровно то, что могу купить в супермаркетах у города, да, вот, и я понимаю, что это настолько недостаточного качества, вкуса, и в моих ожиданиях, да, что я хочу, чтобы у нас была нормальная еда, качественная, и не то, чтобы безопасная. Понятно, что если еду продают, то она безопасна, она проходит сертификацию, правильно мы понимаем, чтобы она была вкусная, полезная, да, и безопасная для окружающей среды, для нашего здоровья, да, такая, вот, это вот прям вот моя мечта, это вот хорошая еда. Не потому, что я люблю поесть, я не так люблю поесть, но вот это очень важно, потому что это залог очень многих вещей. Ну, вот как вы смотрите в будущее? Вы оптимисты? Мы к этому придем, вот, к сознанию и к реальному, вот, производству? Мне очень-очень нравится молодежь, вот, нынешняя, то есть молодежь, скажем так, студенческая по возрасту, вот, это вот поколение, я считаю, что они меняют, они уже с низов, как это правильно-то сказать-то, да, меняют этот мир. Нет у нас, значит, развивают велосипедные движения, они сами, да, это же никто их не так. Раздельный сбор отходов, сколько инициативных программ, кто их заставляет? Да, кто им это платит? Именно волонтеры, да, вот в основном, да. Вот, ну, либо волонтеры, в худшем случае, им за счет какую-то практику, ну, и то это, в основном это исключительно по доброй воле, да, сделанные вещи, вот. Но, к сожалению, им легко работать с такими открытыми программами, конечно, им сложно идти в тот же ритейл, в то же производство, ну, кто их там, вот, и серия будет служить, это скорее работа профессионалов, да, ну, вот как-то, чтобы уровень компетенции показать. Вот, но я считаю, что мы и бизнесу можем это объяснить. Есть бизнес, который, ну, на самом деле, когда бизнес заранее готов, это легко, а когда тебе удается приориентировать бизнес, это такая маленькая, но победа, да, всегда. Победа. Спасибо, Елена, большое за то, что пришли. Побед вам в дальнейшей вашей работе очень важный. И личного счастья и здоровья. Спасибо большое. Спасибо вам за внимание. Чистой вам воды, воздуха и земли. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин